Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет на осмотре Jaguar I-Pace. Машина трехлетняя, 51 тысяча пробег. Стоимость автомобиля 59 тысяч условных единиц. Ну, что доллар, что евро сейчас приблизительно одинаково, поэтому придумайте себе самые каких именно условных единиц. Машина дорогая, машина для эстетов, машина для людей небедных. И как мы знаем, все эстеты, они такие слегка, ну, из родни, наверное, равноперфекционизм. Вот любой эстет хочет, чтобы у него все было классно. Точно так же и наш нынешний заказчик, он хочет, чтобы с машиной все было классно. Он предварительно уже осматривал автомобиль и у него есть подозрение, там, по некоторым царапинам он понимает, что машин битый. Машина битая, ну, она все-таки девочка, поэтому машина. Так вот, действительно ли этот Jaguar разбитая? Об этом сегодняшнее видео. Будем смотреть, будем разбираться. Действительно ли стоит 59 тысяч? Это прекрасное окошко. Друзья, из вот этого видео мы сделаем некое учебное пособие. Для того, чтобы вам было понятно, куда смотреть, нафига смотреть именно туда. Почему мы осматриваем эти места, а не другие? Если кому не интересно учебное пособие, тем более в свете последних событий того, что люди больше начали покупать дорогих автомобилей, причем не важно, Jaguar это Mercedes, Audi или BMW, принцип автомобиля, он практически везде один и тот же. Поэтому на примере Jaguar сегодня покажем. В Украине их, куда не звонишь, оголошено, машина продана, на заказ. В Европе так же, смотрю, значит, варіантів есть много, заходи 9 месяцев ждать. Там пару машин есть, но тоже не факт, что они продаются. И вот появился, я сразу до них набрал. Перед тем, как осматривать автомобиль, моя личная рекомендация, узнайте историю про саму машину. Это можно сделать в разных сервисах. Например, в базе МВД, там можно посмотреть, сколько машина была раз в продаже. В базе автономеров можно посмотреть, сколько раз она регистрировалась, когда были последние регистрационные действия. Можно взять, обратиться к страховым. Не у всех есть доступ, но тем не менее, у кого есть, можем обратиться. Или же можно сделать запросто, обратиться в один сервис. Есть сервис Carvertical, это вся история автомобиля от начала жизни до конца. Там можно посмотреть, был ли этот автомобиль в ДТП, был ли он в такси. Но такая машина не будет в такси, поэтому не наша история. Можно посмотреть, сколько раз он был в ДТП. Можно увидеть фотографии, насколько жестко он был в ДТП. Сколько раз он был перерегистрирован, когда, когда он был на продаже. И это все в одном ресурсе. Друзья, по промокоду 1авто вы получите 20% скидку. И, естественно, ссылочки на сам сервис внизу. А по вот этому автомобилю мы уже знаем, что там слегка был крашеный задний бампер. И притертая справа, спереди крылышко и фара. Смотрим дальше. Машина в хорошем состоянии из того, что здесь было. Здесь только крашеный бампер у нас. Вот чуть-чуть по цвету он выпадает. Но здесь была косметическая покраска, ничего страшного вообще не было. И плюс у нас вопрос еще о притертости вот здесь вот на крыле, бампере и фаре. Это было косметическое, то есть тоже чуть-чуть прикосновения, чуть-чуть есть у нас здесь вот скол, который подкрасили. И из-за этого, скорее всего, здесь вот чуть-чуть крыло сдеформировалось, поднялось пластиковое. И вот чуть-чуть отпадает, не отпадает, а не вышло со своего места этот треугольничек. Я думаю, если отрегулировать крыло здесь, все станет на место. Крыло здесь не крашеное. Здесь у нас тоже все отлично, все хорошо. Так, порты у нас не пожженные. На быстрой зарядке практически не заряжалось. Здесь все хорошо. Да. Дальше. Стойка у нас здесь целая, не крашеная. Стекло у нас оригинальное, 18-го года, номер кузова. Очень важный момент. Для того, чтобы добыть историю про автомобиль, вам нужно позвонить продавцу и попросить ВИН-код. А вот важный момент заключается в том, что после того, когда вы проверите историю по ВИН-коду, который вам предоставили, сверьте этот ВИН-код с автомобилем, который вам привезли, потому что мы вот один раз попали, кто не видел ссылочку, я оставлю, на очень интересную сумму, только потому, что мы не проверили ВИН-код. Так вот, проверяем ВИН-код. У нас это сейчас все отработано на автомате, поэтому мы проверяем ВИН-код. В кадр это не попало, но здесь блеснул ВИН-код в кадре, только по этой причине я вспомнил. Хотя для каждого, кто автомобиль не выбирает каждый день, это тупо немаловажный факт. Дверь передняя, левая, целая. Очень простой способ понять, по крайней мере, быстрый способ понять, покрашен автомобиль или не покрашен, это прозвонить его толщиномером. Какие должны быть показания у того или иного автомобиля, у того или иного цвета, данные можно взять в интернете, они не зашифрованы, они в общем доступе. Ну, а толщиномер можно взять либо в аренду, либо купить, либо же взять у друга, которых сейчас толщиномеров есть много. Здесь у нас все хорошо, все стоит по зазорам и царапин, сколов никаких не видно. Ручки у нас тоже не заклинивают, нормально выезжают. В этом краю здесь тоже все хорошо. Что здесь? Из-за неприятного чуть-чуть пару сколов на торце двери имеется, надо будет подкрасить. Не ленитесь открывать все, что открывается, трогать торцы подушечкой пальцев. Если там есть сколы, вы это почувствуете. Если автомобиль крашен и плохо отполирован, поверьте, вы это тоже почувствуете. Если он даже отполирован и сделан не очень хорошо, вы это тоже почувствуете. Вот эти вот все моменты, тонкости, они порой приводят к таким результатам, которые вы себе даже представить не можете. Простое внимание к необычным вещам. Накладки у нас целые, стойка здесь у нас в этом краю целая, не крашена. И панорама сверху целая. Так, дверь задняя, левая, тоже здесь целая. Здесь все хорошо, не видно следов подкраски. Вмятин здесь тоже никаких не видно, здесь все хорошо. Стойка, задняя часть тут целая. Крыша, задняя часть тоже целая, не крашена. Крыша у автомобиля практически всегда не крашеная. Если там крашеная крыша, вы это увидите в отчете, что машина была всаженная по самые гланды. Поэтому я к чему все рассказываю. Контрольное значение самой толщины краски вы можете брать на крыше. На крыше допустим 135, соответственно понимаем, что весь крузов по периметру и капот, и крышка багажника, и стойки, и все остальное тоже будет приблизительно 135 плюс-минус 20 микрон. Крыло заднее, левое тоже у нас целое, не крашеное. И без вмятин, без каких-либо проблем. По аркам здесь в арках все отлично, все на своих местах. Резина тоже отличная, хорошая. Внутренняя полость самой арки должна иметь абсолютно все крепления, которые там должны быть. И эти крепления, они должны отличаться друг от друга. Ну, за исключением, если они конструктивно разные по самому креплению, если вообще понятно, о чем я говорю. Дальше идет резина. На дату выпуска резины, особенно на свежих автомобилях, всегда надо обращать внимание. Здесь мы видим 38-я неделя 2018 года. Машина у нас 2019 года. В году 52 недели, соответственно плюс-минус мы понимаем, что такое запросто может быть. Диски у нас не притертые. Тормозные тоже диски нормальные. Датчики тоже на месте все. И с этой впереди, с варки здесь тоже. Все отлично, все на своих местах. Проблем не видно. Следов ремонта здесь тоже никаких нет. Крышка багажника пластиковая. Насколько видно, она тоже целая. Бампер тоже стоит красиво. Здесь по зазорам. Здесь проблем каких-то больших я не вижу. Зазоры. Это всегда самая больная тема на автомобилях. Особенно, если он был в легком ДТП и не очень хорошо отремонтировал. Всегда будут скакать зазоры. Обращайте на это внимание. С правой, с левой стороны. Если привлекло внимание с одной стороны, посмотрите зеркально, как с другой стороны. Не нравятся зазоры с задней части. Посмотрите, как зазоры в передней части. Посмотрите, какие зазоры в дверях. Зазоры по автомобилю плюс-минус должны быть одинаковые. Если не одинаковые, вот в этих местах смотрите глубже. Наклейки у нас оригинальные, не переклеенные. Здесь тоже все в оригинале, не переклеено. Все хорошо. Спойлер. Тоже. Здесь все отлично. Шильдики, спойлера. Все, что можно приклеить к автомобилю. Заглядывайте в середину между кузовом и шильдиком. Нет ли там обрезанного скотча. Поверьте, обрезанный кривоскотч вы увидите всегда. И если увидите такие следы, то тоже пристальное внимание к вот этой вот кузовной части. Просто так лейбы не переклеивают. Камера задняя, рабочая, не запотевшая. Подсветка рабочая. Парктроники тоже работают, проверили. Как проверить парктроники? В любом случае, когда вы осматриваете автомобиль, есть минимум два человека. Это продавец и покупатель. Включаете зажигание, включаете, допустим, задний ход. И просите продавца, чтобы он прошел на расстоянии полметра 70 сантиметров от бампера, не спеша. Таким образом, каждый из парктроников начнет пищать. А если есть визуализация, то будет показывать, где ходит пешеход. Таким образом, вы поймете, что все датчики работают. Для того, чтобы проверить передний парктроник, если он есть, нажимаем тормоз и делаем те же самые действия. По арке тоже выбитостей сколов никаких нет. Все живое. Подкрутки на месте все. Те, кто подписан на нас в инстаграм, видели недавнюю историю, как мы осматривали Ягуар в Борисполе. В официальном салоне 28 тысяч километров пробега. Первое подозрение было именно по сколам аркам. Начали копать глубже 167. Официалы Борисполь. Вот такое вот продают. Подписывайтесь на нас в инстаграм, там дофига всего интересного. Так, пластик тоже весь на месте. Диски колесные с этой стороны тоже живые. Здесь без потертостей, при тертости все хорошо. Накладка целая. Накладка нижняя тоже целая, не выбитая, не поцарапанная. Здесь все отлично. По передней правой двери здесь тоже все хорошо. Из минусов есть царапина небольшая на накладке. Ну, надо будет ее поменять, покрасить. Крыло переднее правое, пластиковое, целое. Оно стоит на месте. Зазор здесь на месте. Фара у нас на месте. Бампер стоит на месте. Его снимали. Ну, будем считать, здесь по гарантии меняли замки. То есть, может, с замками там связано это снятие бампера. Но он не крашеный. Есть пару сколов. Решетка сама на месте. Камера на месте. Здесь все хорошо. Важный аспект. Если у вас есть возможность, возьмите с собой знакомого маляра с собой. Маляр, он же арматурщик. Арматурщик это тот, кто снимает, одевает запчасти на автомобиль. И эти люди, как никто другие, видят, снималась эта запчасть или нет. Почему это важно? Если машина будет покрашена под толщиномер, то взятый в аренду толщиномер вам ничем не поможет. А вот человек, который красит эти автомобили практически каждый день, он увидит, заводская там шегрень лежит или нет. Под толщиномер она покрашена или нет. Снималась запчасть или нет. Это для наших хейтеров. Вот я специально вытираю руки. Здесь отступление от обучающего процесса. И большой привет нашим любимым хейтерам, которые пишут всегда, везде все, что можно. Хейт это тоже большое внимание. Ребят, отдельное вам огромное за это спасибо. И да, Валентин всегда протирает руки перед тем, как лезть в салон. Каркас двери целый, здесь не битый, здесь все хорошо, здесь все нормально. По карте дверей, карта дверей хорошо выглядит. Здесь вот есть чуть-чуть затертости небольшие на коже. Кожа очень нежная, вот она слегка потертая. Осматривайте карты по периметру. Если они снимались, на них могут быть заусеницы, которые свидетельствуют о том, что машина разбиралась. Речь, напомню, сегодня идет о более-менее свежих автомобилях с небольшим пробегом. А если у машины небольшой пробег, то нехер туда лазить. И, соответственно, если вы увидите некие заусеницы, то можно задать некие дополнительные вопросы. А вот ответы на эти вопросы, ну фиг знает, куда вас приведут. И, возможно, вы узнаете про машину то, чего вы не узнали. Поэтому обращайте на это внимание. Так, здесь у нас ничего не разбиралось, не красилось, здесь все хорошо. Здесь тоже все хорошо. Дверные проемы. В дверных проемах толщина краски всегда будет меньше, нежели она снаружи. И когда вы в дверных проемах, обращайте внимание на крепление болтов дверей. Если на них нет засечек, значит большая доля вероятности того, что оно не снималось. Ну, точно так же их можно покрасить. И точно так же это можно вычислить. Просто внимательно посмотрев. Ну, или же хотя бы посмотрев. Не забывайте смотреть на вот эти вот вещи. Пороги у нас слегка тут ногами подзапиленные. Ну и пластик вообще как бы ее надо будет отхимчистить, и тогда она будет красивой. Потому что белый салон и вся пыль сразу видна на ней. Есть потертости вот с легкие на сиденье, но это не подкрашено. Это родное. Ну, здесь то же самое от заклепок на джинсах. Проблемы такие возникают. И вот здесь вот затертость от ремня безопасности. Когда его накидываешь, вот он здесь трется. Ну, и ремень сам тоже грязноватый. То есть надо будет его привести в порядок. Дальше. Здесь у нас все хорошо. Здесь все хорошо. Здесь все хорошо у нас. Экраны чистые, нормальные. Все здесь работает. Дефлекторы, кондиционеры. Здесь все рабочее. Руль у нас тоже в заводском исполнении. Здесь все классно. По салону смотрим точно так же, чтобы ничего нигде не отличалось друг от друга, чтобы между пластиком не было заусенец. Дефлекторы, чтобы работали. Проверяем зеркала, проверяем все кнопочки, помогаторы, которые есть. В общем, ничего страшного, но просто максимум уделяем. Включаем все и пробуем, работает или не работает. Точно так же и климат, точно так же и кондиционер. Здесь у нас стояло детское кресло. Здесь вот поэтому есть потертости небольшие. Здесь вот тоже есть маленькие потертости. Спинка чистая, хорошая. Здесь экранчики работают, тоже все кнопки работают. Здесь все хорошо. Дальше потолок у нас замшевый тоже отлично. Панорамный потолок тоже здесь все хорошо с ним. Багажник открывается плавно, здесь все отлично. Здесь все хорошо, все на своих местах. Здесь у нас есть, получается компрессор у нас есть. А баллон к компрессору тоже есть. Ну все отлично. Вон его место там сложить надо будет его потом в том углу. Аптечка, крюк есть. Что должно жить в багажнике? В зависимости от страны, ну имеется ввиду, машина пришла с Америки или же машина европейская, в багажнике будут находиться разные вещи. Общего только несколько вещей. Это аптечка, крюк, запаска, все. Аптечка, крюк. Значит, Америка. Это запаска, это баллонный ключ, это домкрат, это аптечка. Ну в общем-то и все. То, что должно жить в американской машине. Теперь европейская. Запаски там нет. Зато там есть компрессор, зато там есть клей. Ну имеется ввиду тот, который для бескамерных шин, быстро заклеивающийся. Есть крюк, нету баллонного ключа, есть жилетка, есть аптечка. Вот такие вот вещи вы можете найти в автомобиле у комплектованном. Наверное, я больше ничего не забыл. А если вдруг забыл, напишите в комментариях, чего я забыл, что есть в автомобилях. Тех же европейских, американских. Что должно быть и чего я не сказал. А, ну здесь в принципе, да, баллонный ключ незачем, потому что его здесь не надо. Так, здесь, ну хорошо, так вроде бы, крючки не пообломаны. Это хорошо. Так, ну здесь все отлично. В проемах здесь тоже все заводское, все отлично. Багажник справа и слева. Когда открываем, неважно, ляда там или просто крышка багажника, просто обращаем внимание, чтобы справа шов был точно такой же, как и слева. Там должна быть сварка, там должен быть герметик, там должен лежать уплотнитель, справа, слева должно быть одинаково. Если оно каким-то образом, ну скажем так, визуально отличается, ну так уж, выпадает со взора, правое отличается от левого, внимательно смотрите на отличие. Потому что любые мелочи всегда приводят к чему-то такому большому, потрясающему. Ну, здесь все нормально. По кузову она целая абсолютно. То есть, ДТП-шек не было. Есть притертости небольшие, там, ну, понятно, три года машине там царапнули, там царапнули чуть-чуть. Две штуки, две притертости. Переднее левое крыло, левая фара чуть-чуть. Причем так, что даже незаметно практически. И правая накладка на двери, передней правой, снизу черная накладка чуть-чуть, там тоже ее можно, в принципе, подкрасить и все. Откройте капот, да? Посмотрим. Так, под капотом. Капот у нас тоже здесь не снимался, не красился. Здесь у нас ударов никаких не было. Крылья у нас не трогались, везде все заводское здесь у нас. Если брать под накладками, здесь тоже все чисто, красиво. Завод, здесь никаких вопросов у меня нет. Что важно под капотом? Точно так же смотрим на болты крепления, причем не только верхние, потому что есть умельцы, которые откручивают капот снизу, вытягивают вместе с петлями, якобы, видишь, не крашеные, все хорошо, капот не снимался. Вниз практически никто не смотрит. Точно так же смотрим крылья, чтобы не было заусенцев. Открываем все возможные ниши, заглядываем, чтобы везде все было нормально, чтобы не было следов рихтовки, сварки, следов ремонта, следов чего-то такого, чтобы могло привлечь ваше внимание. Здесь фарами 18-й год, а 18-й тоже год, по-моему, тут же, да, 18-й, да. 23-е, 10-е, 18-е. 23-е в один день сделаны. Даты на этикетках, даты на пластиках. Не ленитесь, везде все сравнивайте. Смотрите, разбег должен быть по запчастям в среднем, ну, там, 2-3-4 месяца небольшой. Если машина у нас с 19-го года выпуска, например, февраля, то мы понимаем, что запчасти с мая месяца не будут там стоять. То есть более старшие от даты выпуска. И сильно далеко назад тоже они там не должны стоять. Если вдруг ваше внимание привлекла запчасть, которая очень сильно отличается по дате выпуска, вот туда смотрите глубже. По лонжеронам все хорошо. То есть, в принципе, вот видно, что он вот крашен, они не кручены в родном цвете. Не крученое крыло. Прогайка стоит с завода? Да, 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 может стоять до завода. Оно не крученое. Все как есть, все ореолы, все совпадает. То есть, продавленности. То есть, были бы продавленности вот эти затертости. Ну, их нету, это с завода так. Они же тут люфтами, пластик, вот этот эффект пластика, он как бы... Они специально, видите, делают такие широкие, для того, чтобы было место для регулировок. Наклейка вот эта заводская тоже. Сюда проклеивают такое, что-то похожее на завод. Она денег стоит от наклейки. Рулевое не крутилось. Одним из обязательных этапов это нужно автомобиль загнать на СТО, ну, как минимум на подъемник поднять и посмотреть его снизу. Снизу, в общем, точно так же, как и сверху, нужно смотреть, ничего ли там не варено. Очень важно на порогах искать, смотреть зажимы от стапеля. Если там есть зажимы от стапеля, понимаем, что там был ремонт. Этот кузов стоял, выравнивался, тянулся. А если есть эти зажимы, значит, где-то есть и сюрпризы. Возможно, просто тянули, возможно, сильно тянули, возможно, что-то варили. И это что-то нужно искать. Снизу здесь тоже по лонжеронам, по всем хорошо. Здесь тоже я не вижу, чтобы здесь что-то разбиралось. То есть везде все заводское, стояло долго, диски чуть-чуть ржавчины прихватились. Пока целый, да, но... Подушка. Подушка работает здесь постоянно. Тут мощная, мощная, почела растрескиваться, да? Тут нормально. Тут хорошее, да? Отлично. Если вышло. Ну, подпотевая, да? Да. С редуктором. Подавая часть автомобиля, этому тоже нужно уделять внимание. Смотрим на саленблоки, имеют ли они разрывы. Для этого можно взять монтировкой, упереться куда-то и растянуть этот саленблок. Если он порванный, вы это сразу увидите. Если он надорванный, вы точно так же сразу его увидите. Если он расслоеный, вы тоже это увидите. В том, что саленблоки рассыпаются, ничего страшного нет. Это всего лишь повод для торга. И вот все вот эти моменты обязательно записываем на карандашик. Тысяча, не думаешь, что тут она немного. Ага, ну да. Тут еще, тут она немного просла, поэтому... Что, эту штуку можно закосать? А, это вот он. Не увидишь? Вот сбоку. А ну давай сейчас так попробую. Ага, тут. Вот. Ага, отлично. Вот эта планка мне интересует. Да, здесь все хорошо тоже. Все родное. У нас получается, что у нас? Единственное, что наблюдать за одной из подушек надо, да? Двигателя. И сальник. Ну, чуть-чуть начинает потеть, да? То есть надо будет наблюдать. На полосе, да? Да, на полосе, да. Прям маслообразование. Нет, именно потеет, да. То есть он еще как бы... Капля еще не образовывается. Стреба-то менять с сальника, если шахт на полосе? Если со временем, да. По низу на подъемнике, значит, по подвеске, по задней части здесь все хорошо. Все пластики на место, брызговики на месте у нас. Значит, колодки у нас еще целые хорошие. Недавно делали развал, это хорошо. Резина у нас тоже непоеденная. И она еще походит достаточно долго. Кузов сам по низу здесь тоже целый. Лонжероны у нас целые. В принципе, по подвеске здесь все отлично. По задку вообще вопросов никаких нет. Пластиковые накладки по низу тоже целые. И по кузов сам снизу целые. Тоже здесь никаких следов захватов с робота здесь нет. И по этой стороне, по правой. Единственное, надо будет поставить клипсу. Здесь не хватает, срезали и на что-то наехали, наверное. И сам пластик у нас целый. Двери тоже по низу здесь целые. И бровка у нас здесь тоже целая. Здесь все хорошо. Дальше по подвеске у нас передней здесь все отлично без вопросов. Из неприятного по механической части чуть-чуть подпотевает сальник привода переднего левого. И у нас надо наблюдать за подушкой двигателя электромотора переднего. Чуть-чуть начинает уже трескаться на ламелях. Но это еще вопрос такой будущего. Следов ударов здесь тоже никаких не видно. Лонжероны по передку здесь целые. Тоже бампер по низу здесь тоже целый. Есть маленькие потертости, но он целый. Накладка целая без всяких вопросов. Бампер по низу тоже здесь целый, красивый. В этом видео затронули всего лишь кузов и всего лишь частично ходовую часть. Друзья, если подобное видео вам заходит, напишите об этом в комментариях. Мы еще здесь не затронули мотор, мы еще не смотрели электрические части автомобиля. Мы еще здесь дофига чего не смотрели. Потому что в одном видео многолетний опыт нельзя никак уместить. Вот это видео полезно будет тем, кто любит своими руками где-то чего-то там сделать. Вот это да. Люди, которые находятся в стадии выбора, и у них есть безлищ свободного времени, это тоже пойдет им. Но если у вас вдруг нет свободного времени, и вы хотите довериться профессионалам, друзья, добро пожаловать на борт. И не забывайте, что после каждого осмотра мы автомобиль рекомендуем, либо же не рекомендуем. И если эту машину мы рекомендуем, то естественно на этот автомобиль мы даем гарантию. Друзья, на сегодня все. С вами был Николай Тарануха, Киев, компания Один Авто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. О, сейчас начнется в комментариях, почему же про электричку не рассказал и всякое такое.